Кока-Кола Инчкепь Нижний Новгород Приветствуем программу Телебой Телебой Школа номер 190 Привет, школа номер 190 Слева от меня стоит Тескачев Дмитрий Здрава, Орехин Александр Я капитан команды Любаков Антон Сейчас мы вам прочитаем наше приветствие Каким мы высший класс Даже в этот трудный час Все команды рвемся в бой Мы играем в Телебой Ни о чем не говорим И проблемы нам до фонаря Телебой Со скольки раз ты угадаешь, что лежит в этом катрице? С одного С трех на А ты? Тоже на с трех Размечтались Один раз вам дается Так что здесь, НБА Джем или нет? Здесь НБА Джем, по-моему Я не верю И ты не веришь? Нет Правильно делаете Угадали с первого раза Это не НБА Джем, это футбол Футбол 93-го года Кто играет? От ваших команд От нашей команды Школа номер 77 играет Сидор Гдимов От 190 школы? Орехин Александр Занимайте свои места за игровыми столами А мы подведем итоги За игру в вере-не вере Обе команды получают по одному голу в ворота друг друга Вернее, по 0-0 очков А за представление обе школы Получают по минус одному очку за свои представления Итак, сегодняшняя встреча на катридже Соккер FIFA 93-го года Сидор Дмитрий играет за Аргентину Футболисты в синей форме Его соперник Александр Орехин Играет за Испанию в красном Эти команды сборной Испании И сборной Аргентины В мировом рейтинге Внимают достаточно высокие места Я думаю, если наши игроки Будут сегодня достойны этих команд То они покажут интересный Главный разнообразный футбол В сегодняшнем матче Но Аргентина и Испания Кто все-таки сильнее в мировых рейтингах По последним итогам В мировых рейтингах Значит, по последним рейтингам Все-таки сильнее оказывается сборная Испании Так как в настоящее время Она сейчас в подборочных матчах Чемпионата мира Выступает очень хорошо Без поражений Ну вот сейчас, насколько я понимаю У нас будет именно равная борьба на площадке Потому что ни та, ни другая команда Не получили преимущества в конкурсе Представлений в ходе игры Верю-не верю И сейчас мы видим, что с мячом Футболиста испанской сборной Да, хорошо сыграл в этом случае Вратарь, хотя все-таки дистанция для удара Была достаточно далекая Да, Сидоров сейчас на вашем экране Его соперник Александр Орихин Его соперник Александр Орихин Сейчас пытается снова провести атаку Да, испанцы как-то бьют достаточно далекие дистанции Но нужно учесть, что вратарь сборной Аргентины Достаточно опытен и квалифицирован И ему сложно забить с дальнего расстояния Все-таки нужно как-то пробираться ближе к воротам Саш, все в основном помнят тебя в качестве секунданта Который советовал игрокам Какие кнопки нажимать Если они сталкивались с незнакомой игрой Какие игры ты сам любишь играть? Хоккей, футбол или баскетбол? А вот Первый гол Пока тут попытались выяснить Что чем любит заниматься Испанская команда все-таки забила Первый мяч ворота соперника А нужно сказать, что гол это был Все-таки из-за ошибки вратаря И непосредственно игрока Игрок, который играет за сборную Испании Да, все-таки иметь ручного вратаря Не того, которым управляет компьютер А именно вратаря, которым управляет сам игрок Очень сложно и очень трудно Его, похоже, нарушение было Но почему-то игра продолжается Была явная подножка Со стороны испанских футболистов Однако игра продолжается Мы видим, что идет такой обмен ударами Я думаю, что судья в данном случае Будет давать игрокам играть И свистеть, я думаю, он мало будет Так как все-таки сборная достаточно высокого уровня А насчет вратаря, то я должен сказать, что Все-таки ручным вратарем просто надо учиться играть Если освоить это, то впоследствии можно очень хорошо играть Даже слабыми командами против сильных Да, в слабых командах ручной вратарь это просто палочка и ручалочка Потому что именно за счет вратаря слабые команды чаще всего и проигрывают Несмотря на всю, что называется, игру в пас всей команды Увы, вратарь просто подводит в свою сборную И мы имеем пропущенный мяч Пока один лишь мяч побывал у нас с оборотом аргентинской команды И вот сейчас мы видим... Удар, ну тоже удар с далекого расстояния Я думаю, сейчас игроки вроде бы... Вот чем знаменит 93-й футбол Это тем, что здесь можно поставить одного из футболистов своей команды перед вратарем И, используя нерасторопность и ошибку вратаря Просто-напросто отправить мяч за его спину Находясь буквально в штрафном зоне ворот Я все-таки думаю, что разработчики этой игры Я думаю, это все-таки сделали неправильно Так как в мировом футболе, как гласят правила Все-таки, когда мяч в руках вратаря Игрок должен выйти за пределы штрафной площади И дать вратарю выбить мяч Ну, если я так... Насколько я помню, это один из первых реалистичных футболов на приставке Секрет Регатрайв Я помню, согласен В общем-то, игры достаточно низкого качества И, в общем-то, трудноуправляемые Поэтому не все ошибки, конечно же Не обошлось без ошибок в оборотке этой игры Вот мы сейчас видим, что Дмитрий Сидоров как раз воспользовал одну из ошибок Опа! Какой красивый был удар 12-й номер сборной Аргентин В общем-то, достаточно большая была дистанция Но я все-таки думаю, что удар был достаточно сильный И, наверное, немножко был не готов вратарь к приему мяча Да, все-таки в хоккеях футбол 93-го гораздо интереснее, чем в хоккей 93-го Потому что здесь, в общем-то, мяч можно забить из невероятных положений Ну да, в общем-то, с любой точки на поле можно пробить и забить гол И еще, при том, он достаточно имеет большую скорость в футбол Игроки двигаются достаточно быстро Да, но вернемся к моему вопросу по поводу любимого катеринга Так все-таки хоккей, баскетбол или футбол? Ну, в общем, я в целом люблю играть во все игры, конечно Но если сравнить, то все же мне больше всего нравится футбол Так как я вообще поклонник футбола и люблю в него играть То вот и на приставке отдаю ему трепожки Да, ну а в реальности вот мы видим, что третий мяч заливает Дмитрий Сидоров И вот качает головой Александр Орихин Нападающий сбор на Испании, переходив мяч в Трофной площади с его соперника Очень четко отправил мяч под Перекладину Получился очень красивый удар Вратарь испанской команды оказался не готов к таким твердым намерениям Аргентины забить мяч Он просто спасал буквально, находясь в нескольких метрах от своего соперника Мне кажется еще, что испанский вратарь все-таки два гола до этого уже пропустил Я думаю, что он все-таки нервничает больше, чем аргентинский И вот в таком состоянии, я думаю, ему очень легко сбивать голы Да, первый голой сейчас будет выбивать аргентинский футболисты? Это из-за боковой мяч. А, из-за боковой я не обратил внимания Но вот такое построение игроков, как обычно происходит при уголе Напомню, что за Аргентину сегодня у нас играет Дмитрий Сидоров Футболисты в синей форме Его соперник Александр Орихин играет за Испанию Традиционная красная форма этой команды И вот мы видим, что был один из немногих ударов за последние две минуты или даже три минуты Да, но вратарь аргентинцев по-прежнему себя хорошо чувствует в воротах И легко достаточно забрал этот мяч И уже аргентинцы... Ай, какой красивый удар произвел одиннадцатый номер сборной Аргентин Примерно с той же точки, что и предыдущий гол был забит Это значит, что счет у нас становится 3-1? Нет, по-моему, уже 4-1 Аргентинцы провели четвертый мяч Четвертый мяч провели аргентинские футболисты И, в общем-то, мне кажется, что болельщики 190-й школы, которые надеялись на победу своего игрока Сейчас просто кусают локти Они просто недооценили соперника из 77-й школы Дмитрий Сидоров покажет великолепную игру Да, мне кажется, все-таки вот этим голом аргентинцы сделали большой задел на победу в сегодняшний матч Так как по игре видно, что они сильнее И я думаю, что если все будет идти, как сейчас То они уверенно должны довести этот матч до победы До конца остается чуть больше одной минуты Да, подходит к концу первый тайм И в нем мы видели, что аргентинцы имели, ну, по крайней мере, небольшое преимущество Но лучше себя чувствуют при ударах поворотом и в центре поля В игре в центре поля Я должен констатировать, что большая часть игры проходит на половине поля испанской команды